МИЧУРИНСКИЙ МАРАФОН 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 Когда мы нашли удобную для себя цену, мы просто заказали шаттл на вершину горы Олимп в определенный день. Так, конечно, нужно было совпасть с погодой, чтобы нас не сильно накрыло дождем. Потому что мы просчитывали, потому что там по прогнозу должен был быть ливень, но в итоге мы не рассчитали. Именно в тот момент, когда мы заехали на Олимп, когда ехали еще все прекрасно, солнышко светило, и когда мы туда заехали, вдруг неожиданно усыпался снег. Ну, ребят, там, естественно, в это время минус. То есть лежит снег, там горнолыжный курорт, там ребята на лыжах катаются, еще зима не закончилась. Вот, поэтому в Тродосе еще в этот момент непогода. Ну, когда мы заехали, непогода была в разгаре, потому что был туман, ничего не было видно. То есть, если хотелось посмотреть на весь остров Солимп, не получилось. То есть, этот вариант показался провальным. Но съехать с него, то есть, что потом началось, это было, конечно, очень круто. Даже несмотря на непогоду, это сделать стоит. То есть, в любое, мне кажется, время, там, выбирайтесь на Олимп, спускайтесь с него. Потому что, ну, то, что я ощутила, то есть, первые минуты спуска, когда тебе ветер в лицо такой, там, холодный, со снегом вначале, который острыми иглами буквально, там, обжигает лицо. Потому что влажность большая, руки леденеют. За 6 минут мы сбросили 400 метров подъема на эту гору. Потому что еще было желание просто сбросить эту высоту, чтобы оказаться чуть-чуть ближе к теплу. Потому что ты же знаешь, что там внизу тепло, что там плюс 15, а здесь минус. Вот. Ощущения непередаваемы. Вот этот вначале снег, потом снег с дождем резко полил. Тучка, ты прям сквозь нее, ты видишь, как ты сквозь нее вниз опускаешься через серую тучу. Вниз туда, к солнышку поближе. Потом дождь, дождь все теплее. Мне там в какой-то момент, я почувствовала, что у меня нога тяжелая и холодная. И просто пришлось сделать специальную остановку, вроде того, чтобы вылить из ботинка просто воду. Там был реально, ребята, стакан воды. И вот, нога у меня просто, мне казалось, отвалится сейчас. Потому что из-за ветра, из-за этой влажности она, ну, как подмерзла, так скажем, мягко. Вот, пришлось, ну, как бы, для меня это принципиально, как для девочек пришлось, там, одевать чистый свежий носок, потом пакетик, вот. И запихивать обратно вот такие вот средства. Обратно в ботинок, чтобы ехать дальше, продолжить свое путешествие вниз. Вот, ну, ручки отогревали, там, стояли, мяли, там, что-то сжали, как-то там, какие-то упражнения, попрыгали, побегали. И, ну, вот, поехали уже вниз. Дальше, ребята, вот такие пейзажи. Вот мы вот сквозь тучу проехали, это невероятно просто, горы вокруг разного цвета, там, просто зеленые, темно-зеленые, дальше какие-то синего цвета, там, ну, мне, как, я не знаю, человеку, который ценит все прекрасное. Это было очень красивым пейзажем, то есть невероятно, невероятно что-то, дорога идеальная просто для катания, не только на велосипеде, там, на машине спокойно можно проехать. Вот, ну, на велосипеде она мягкая, она, там, хороший, реально, асфальт с разметочкой, совсем все как надо. Машинах, как встречных, практически нет, ну, может, это из-за времени года, не знаю, приедете, посмотрите сами. Вот, скорость 50 километров в час, для меня был просто предел, которого до этого никогда не было, то есть я преодолела какой-то свой уровень, вот, на спуске. Ощущение полета, теплый ветер, дальше солнышко пригревает, дальше началось, как бы, постоянный съем одежды, там, курточка, кофточка, вот, все теплее, теплее, тебе уже неудобно в двух штанах, жарко, вот. Вот, был бы купальник, наверное, в самом низу, ближе к морю, разделась бы до купальника и побежала бы купаться, вот, потому что очень хорошая дорога, собственно, вот, спуск практически постоянный. Подъемчики не чувствуются из-за того, что длина спуска гораздо меньше длины подъема в дороге. Так, длина спуска гораздо больше длины подъема в дороге, поэтому подъемчики не ощущаются. Вот, остановились на привал, перекусить, вот, еду подготовили заранее еще с вечера, вот, потому что знали, что там магазинчиков не будет, это все деревеньки, и их парочка где-то встречается, и они такие глухие, там нет магазинчиков. Там лучше об этом подумать заранее, там какой-то перекус, вода и все, что вам будет необходимо, чтобы подкрепиться, повысить свой, там, энергетический запас сил. Остановились прекрасно, травка, казалось бы, можно полежать, но нельзя на нее приложиться, потому что там колючки, все-таки тропическая растительность, более жаркий климат, чем у нас. Вот, поэтому аккуратненько там с тем, чтобы прилечь присесть, но устроиться хорошо можно, привалечка, удобно камушки ровненькие присесть. А дальше собрались, поехали, уже видно было море, вот, море красивое вдалеке, едешь, уже такие пейзажи, кажется, что деревня, но что-то не то. Вот, высокие кактусы, все, как будто впечатление, ну, у меня лично разрыв мозга, петух кричит, тут кактус растет. Я первый раз была за границей, вот, в таком климате, поэтому для меня это было необычно. Как вам, расскажите, пишите там в комментариях. Вот, если кто был на Кипре, или где-то в таком, на таком же острове, местность такой же. Вот, машины, может быть, парочка встречных, от которых была неловко, а так, поворотиков много, интересных, вот, там, огибаешь горы, новый пейзаж, смена пейзажа. Вот, в какой-то момент мы увидели, что падает камень, так напряглись, а потом посмотрели наверх, оказалось, что коза скинула камень. Испугалась, что, видимо, здесь кто-то мог проехать не так часто. Это люди тревожат местность, наверное, не знаю. Вот, ну, и, как бы, оказалось, когда спустились, что проехали около 80 километров, на время посмотрели, еще световой день был вовсю, за 4 часа проехали. В общем-то, особо сил не потратили, вот, вот, по моим ощущениям, силу я тратила уже, когда вкручиваю в город, то есть, когда уже спустились, там были такие пощутимые подъемчики, все как надо, вот, для любителей, чем-то там, хардкора какой-нибудь. Но, опять же, они не сильно высокие и по хорошей дороге, вот, поэтому кто любит, там, такие спуски, в общем, постоянные, эта дорога идеальная, то есть, она нигде там, местные, когда мы их спрашивали, они говорят, может быть, вам что-то другое попробовать, там, между городками проездить, дали нам карту, с разными видами маршрутов, мне это говорить, нет? Вот, ну, реально, вот, самым крутым маршрутом из тех, что мы попробовали, был спуск с Олимп, то есть, этого стоит, ребят, съездить. Да, ну, вот так один раз, для развлекухи, с шаттликом, вообще отлично. Если регулярно, это, конечно, накладно выйдет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова